Птицы не боятся селиться рядом с человеком, если их не пугают и не трогают. В парке Базаново, расположенном вблизи многопрофильного техникума имени Евсигнеева, гуляя по тенистым аллеям, многие солдинцы наслаждаются птичьими трелями. Живая музыка природы завораживает. Но какие виды птиц обитают в парке, мало кто знает. Именно поэтому наша съемочная группа решила встретиться с Сергеем Ивановым, человеком, который знает о птицах все. Ну, или почти все. Вот это садовая камышевка, один из лучших певцов. Камышевки они пересмешники и в свою песню вплетают отрывки песен и голоса совершенно невероятных других птиц. Вот если даже слышите, он тут сейчас большой синицей пропел, вот это зеленушка и поет. Вот это трелька. Вот, а выше, видимо, самка вот эта перепаркает. Вот самец опекает сейчас, преследует самку. Пара, видимо, уже заняла участок. И вот где-то здесь среди зарослей крапивы, невысоко над землей, они совьют такое очень аккуратное красивое гнездышко. Городские условия жизни птиц очень сложны и многообразны. Здесь выживают сильнейшие. А что, вон, 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 а вот это кто? Сороковок, наверное? Почему? Дрозд, этот рябинник, вот он только что кормил это. А этот дрозд белобровик полетел. Дрозд белобровик, он самый маленький из наших дроздов. Так же, как и рябинник, может гнездиться в городах, вот так, по паркам, по кладбищам, в общем, по таким уголкам, где им комфортно. Надо сказать, что благодаря познаниям Сергея нам удалось услышать не только пение птиц, но и узнать имена участников утреннего концерта. Хотя большинство из них мы так и не увидели. Ну вот сегодня мы провели такую небольшую экскурсию в городском парке. И я был очень приятно удивлен, что на такой небольшой территории мы насчитали такое достаточно большое число певчих птиц. Очень интересным оказалась находка зеленой пересмешки, одного из лучших наших певцов, которая, как оказалось, гнездится даже в нашем городе. Птица – это пересмешник, поэтому поет очень интересно, включая в свою песню заимствованные голоса самых разных птиц. Ну и достаточно большая плотность. Здесь мы сразу на одном месте могли слушать несколько щеглов, зябликов, чечевиц, зеленых пеночек. Ну, конечно, масса дроздов-ребинников, дрозды в белобровике. Встретились нам зеленушки. Соловья, увы, мы так и не услышали. Хотя его триллерий, часиков так в пять утра, может наслаждаться любой желающий возле проходной 29-го цеха. Концерты соловей будет давать почти весь июль, так что не пропустите. Именно на период конца мая и начала июня приходится пик вылета молодняка. Чаще всего в руки людей попадаются птенцы, которые покидают гнезда, еще не умея летать. Но их не надо спасать. Экологи утверждают, что писк птенцов ориентирован вовсе не на людей, а на родителей молодняка, которые время от времени приносят им корм. Мы должны очень бережно относиться к птицам, любить их, ведь наши пернатые друзья оживляют природу своими трелями, а без них было бы неприветливо и тихо в лесах, парках и садах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова